15 часов 7 минут в Москве, в студии Эхо Дарья Пещикова, Андрей Позняков и персонально наш и ваш сегодня политолог Станислав Белковский. Здравствуйте. Здравствуйте, Станислав. Ну, наверное, логично начинать с главной темы дня, и я думаю, не только сегодняшнего дня, но и ближайших дней, с убийства Дениса Вороненкова на Украине. Как вам кажется, это провал какой-то украинских спецслужб в том числе, потому что ведь мы уже выяснили, что он был под охраной государственной. Это провал украинских спецслужб, потому что как же человек под государственной охраной может попасть в такую ситуацию, чтобы его безнаказанно убивали в центре города у самого дорогого и пафосного отеля Киева «Премьер Палас», принадлежащего, кстати, россиянину, бывшему также депутату и даже вице-спикеру Государственной Думы, крупнейшему спонсору партии «Родина» на неликвидированной Александру Михайловичу Бабаку. Но это ведь, опять же, не первое такое громкое убийство посреди дня, посреди белого дня в Киеве, вспомним, Шеремета. Мы можем вспомнить Бориса Немцова, которого хотя бы убили не среди белого дня, но все же в центре Москвы у Кремля. Поэтому здесь бы я не считал, что в Киеве творится вот что-то совсем ужасное, по сравнению с Россией. Здесь у нас общие беды и проблемы. Ну, ясно, что Немцов все-таки не находился под госохраной, а Вороненков находился. И, значит, в системе этой госохраны был допущен существенный прокол. Ну, Петр Порошенко, президент Украины, как известно, уже заявил, что за убийством стоит Россия. И это звенья одной цепи со взрывами на оружейных складах в Балаклее в Хайковской области, которые были зафиксированы вчера. Но уже, на самом деле, разные версии прозвучали. И криминальный след, там кто-то нашел сайт Федерации, и провокацию СБУ в этом видит в Москве. И самые-самые разные предположения вам, какая ближе? Знаете, было бы безответственно с моей стороны сейчас рассуждать о вещах, относительно которых у меня очень мало информации, особенно безответственно по отношению к родным и близким покойным. Вы знаете, что его супруга упала в обморок, когда увидела тело мужа у гостиницы «Премьер Палас». Я, кстати, в этой гостинице много раз жил, не знаю, как там все устроено. Денис Вороненков был все-таки человеком системы, был человеком российской власти, интегрированным в нее. Он имел обширные, разветвленные деловые коммуникации. Мы знаем, что уголовное дело было возбуждено по факту рейдерского захвата большого здания на Международной улице в Москве, что Денис Вороненков был полковником и занимал ответственные должности в разных силовых структурах, в частности в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. Где был подчиненным неоднозначно известного генерала Бульбова, который, собственно, в ФСК, Федеральный служб по контролю за оборотом наркотиков, отвечал за оперативное наблюдение за крупными чинами других спецслужб, почему и пострадал. Да, поэтому он сотнями тонких и не очень тонких нитей был связан с правящей элитой в целом, с силовиками и неформальными силовиками. А такой человек всегда, естественно, находится под боем. И, собственно, вот мой Белковский рецепт, как минимизировать угрозу, хотя, естественно, умножить ее на ноль нельзя, она существует всегда, даже если ты абсолютно лоялист, она существует. Что же говорить о том, существует ли она здесь, если ты не лоялен существующей власти, или не в полной мере лоялен, от этой власти ничего не брать и с ней ни в чем не соучаствовать. Тогда, по известному разделению на врагов и предателей, которые Владимир Владимирович Путин проповедует, ты, как минимум, не станешь предателем. Его предателем может быть только бывший друг. А если ты никогда не был другом, то ты не квалифицируешься как предатель. А Денис Вороненков, я, естественно, я лично не называю его предателем, потому что меня он точно не предавал, но в Кремле и около спецслужбах такое представление может быть, потому что все-таки он стал гражданином Украины, страны, которая де-факто находится в состоянии войны с Россией. И он участвовал, собственно, в разоблачении истории с заявлением Виктора Федоровича Януковича, бывшего президента Украины, с призывом вести войска на Украину. Нет, но вот смотрите, если, в принципе, идти по пути этой версии, что получается? Убийство как чистая месть? Ведь он уже все сказал. Что он еще мог нового дать? Ну, так бывает. Все-таки предателей надо ликвидировать. Это же общий принцип работы спецслужб. Но еще раз хочу сказать, что я не настаиваю на этой версии, у меня слишком мало информации. Давайте подождем. Так часто бывало в нашей новейшей, не только новейшей истории, что мощные политические версии разбивались о бизнесе или даже бытовуху. А вы уверены, что Украина, в принципе, способна признать жизнеспособность, извините за тавтологию, любой другой версии, кроме российской? Нет, не думаю. Тем более, после начала общественной блокады Донецкого и Луганского региона, в которой была организована при участии группы политиков из партии «Самопомощь», возглавляемой Маромевого Андреем Садовым, Петр Порошенко оказался в очень уязвимой ситуации. Он понял, что претензии к нему со стороны украинского общества относительно нежесткой позиции в отношении России, относительно разветвленных экономических связей с Россией, которые скрываются, и неплохих отношений с президентом Владимиром Путиным вопреки публичным инвективам в адрес России как страны-агрессоры и оккупанты, что они, в общем, могут привести к его падению. Поэтому он решил перехватить повестку. Он сам объявил блокаду вместо общественной и государственной, организовал в соответствующее решение Совета по национальной безопасности и обороны Украины. Он ввел санкции против российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, что может сейчас привести к их уходу с украинского рынка. И, конечно, не будет благоприятно для финансовой системы Украины, но и ставки уже выше, чем просто финансовая стабильность. Ставки — это стабильность нынешнего политического режима в стране. И, конечно, я думаю, что официально Украина будет наставить на российском следе. Ибо признание любого другого следа означает, что просто, как сказал Путин про Медведева, Вороненкова не уберегли. — Про версии давайте продолжим. Как вам версия о том, что это могли быть правы радикалы украинские? Насколько она убедительно, жизнеспособна? — Все так, это нельзя полностью исключать. Еще раз говорю, что я не могу наставить ни на одной версии. — Понятно. Давайте просто оценивать их, насколько они... — Да. Потому что предоставление украинского гражданства Дениса Вороненкова воспринималось в националистических кругах весьма неоднозначным. — Тоже как предательство, только уже есть и остальные страны властей. — Конечно. Потому что Денис Вороненков голосовал за аннексию Крыма. Денис Вороненков в то время занимал абсолютно лояльную позицию по отношению к кремлевской линии на Украине. Он очень нелецеприятно высказывался в отношении Украины. Называл «Майдан-2» и революцию достоинства трагедии украинского народа. И вдруг такой человек раз и получает в начальстве гражданство Украины, которое не могут получить многие люди, выступавшие против аннексии Крыма. Например, я. Поэтому это было воспринимано националистическими кругами как не то что предательство, но недопустимая степень конъюнктурности со стороны украинской власти. И вот сейчас уже звучали голоса, что Юлию Самойлову не пускают певицу на Украину. А что же Вороненков отпустили? У него было гораздо больше прегрешений перед Украиной, чем Юлией Самойловой. Ну, там говорят, что с другой стороны, что он гораздо больше дал Украине, украинским силовикам, украинским властям, в отличие от Юлии Самойловой, которая, в принципе, собирается просто выступать. Ну, он легализовал... Денис Вороненков, я бы не сказал, что он дал что-то такое сверхъестественное, но он легализовал вот несчастное заявление Януковича, которое могло быть легализовано еще несколькими способами, ибо оно хранилось в секретаре ООН, куда передал его на непокойный, также Виталий Иван Чёркин, бывший постпред России при ООН. Поэтому я бы не сказал, что Денис Вороненков рассказал какое-то сокровенное знание, которое украинские спецслужбы и власти не могли бы получить без него. Ну, то есть, получается, на самом деле, предательства-то особого в этой части его деятельности не было? Предательство этого явления не количественное, а качественное. Это не важно, сколько раз ты изменил жене, важно, что это сделал. То предательство в принципе в том, что он уехал на Украину, даже если бы он не давал никаких показаний. Предательство в том, что он перешел на сторону страны, воюющей с твоей. — Насколько он, как вы думаете, мог серьёзно дать показания и свидетельства о контрабанде и о выводе денег, о чём говорил Илья Пономарёв? — Ну, как раз Илья Пономарёв, в отличие от меня, в этом хорошо разбирается, поскольку, если я правильно понимаю, он тесно общался с Денисом Вороненковым. Не исключаю этого, да. — То есть, может быть, ещё и мотив мести силовиков независимых от Кремля? — Ну, это, может быть, да, мотив мести официальных силовиков и неофициальных, скажем так. — Главный вопрос-то. При таком обилии версий, многие из которых не исключены, мы узнаем когда-то правду? — Есть в этом определённые сомнения, потому что правда — это устраивающая версия. Есть такое психологическое определение правды. И, коль скоро расследованием будут заниматься Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины, то, конечно, на суд они придут с устраивающих версий. — А вот лично вы в оценке версий, насколько далеко готовы зайти? Я, когда пошли первые какие-то заявления из Киева, которые были довольно ожидаемыми по своему содержанию, подумала, что наверняка найдутся настоящие конспирологи, которые скажут, что один из вариантов — это вариант, что на самом деле нет, что на самом деле Вороненков-то жив. Просто это такая инсценировка, чтобы его спрятать, мол. И я вижу уже в сообщениях от слушателей сразу несколько в разных формах таких мыслей. Вот Вася из Москвы пишет в уверенность, что это Вороненков. Может, он уже пьёт виски за океаном. — Вы знаете, я слышал много таких версий про самых разных людей, в том числе, например, по Борису Березовскому или Георгия Гангадзе. — Пролесина недавно. — Да, о котором мы рассказывали, что он получил убежище в США и находится под программой защиты свидетелей в этой стране. Я не склоняюсь к этой версии, мягко говоря. Тело Вороненкова все видели. И вряд ли у супруга упало в обморок просто так. Но, опять же, я могу ошибаться, но я не сторонник такой конспирологии. В конце концов, если бы Вороненков просто исчез, шансы на выживание этой версии были бы выше. Но демонстративное убийство, а всякое убийство у отеля «Премьер Паласа», оно практически такое же демонстративное, как убийство Бориса Немцова у Кремля. Оно не требуется для реализации такого типа конспирологического сценария. Тело покойного доступно всеобщему обозрению сразу. — Какие будут политические последствия на Украине этого убийства Громкого? — Неоднозначно. Потому что, понимаете, хотя Петр Порошенко и его соратники, естественно, во всем обвиняют Россию, тем самым демонстрируют, что-таки воспринимают Россию как страну агрессора, хотя по-прежнему война не объявлена, и Донецк и Луганск не приобрели формальный статус оккупированных территорий, но все-таки это говорит о том, что система безопасности не работает. А это уже минус для воюющей страны и для ее политического руководства. — То есть придется кем-то пожертвовать? — Ну, придется не просто кем-то пожертвовать, потому что Вороненкова все равно уже не воскресить. Придется признать, что система безопасности не работает. Значит, любой человек, который переходит на сторону Украины, независимо от его прошлого моральных и прочих качеств, он абсолютно уязвим. Если Украина будет следовать, официально Украина будет следовать своей же версии о том, что это Россия организовала убийство. — Ну, я видела уже, кстати, в украинских СМИ рассуждения о том, не будут ли менять руководство силовых структур, ну, то есть СБУ. — Громкие отставки ожидаются? — Других каких-то? — Сейчас и в СБУ, который возглавляет генерал Василий Грицак, и в генеральной прокуратуре, который возглавляет Юрий Лаценко, власти находятся близкие люди, близкие соратники Петра Порошенко. Я не думаю, что скамейка запасных его бесконечна.